Ну, начнем с того, что в школах утверждено перспективное 10-дневное меню, которое утверждено в соответствии с требованиями СанПин. Школьное меню состоит из завтрака, обеда и полника. Если говорим о завтраке, то в завтрак включается горячее блюдо, горячая закуска. Это может быть молочная каша, омлет, блинчики с разной начинкой, творожная запеканка. Также обязательно идет горячий напиток, это какао, либо чай, либо кофейный напиток. Также кондитерские изделия, фрукт, ну и, как у нас сказали, школьная программа молоко, это молоко и мед. Что касаемо обеда, то, конечно, в обед входят блюда, которые уже для нас привычны для детей. Это и котлеты, это и плов, это и пюре. Также есть новые блюда, которые уже пришлись по вкусу детям. Это и фишкейки, это и стрипсы рыбные, и это и наггетсы. Поэтому выбор большой. Также среди полюбившихся блюд, это первое блюдо, это и суп горохов, это и солянка, это и борщ, и свекольник. Даже некоторые дети отмечают, что вкуснее, чем у мамы дома получаются такие блюда. Очень вкусно говорить. Денис Сергеевич, мы еще не все успели поужинать, поэтому... Но тем не менее, скажите, пожалуйста, где можно познакомиться со школьным меню? Сегодня познакомиться с нашим меню можно в социальных сетях. У нас есть паблики официальные ВКонтакте и в Инстаграм. Там публикуется ежедневно меню. То есть родители смогут зайти и увидеть, чем сегодня или завтра, скажем, чем будет кормить ребенка. Также мы публикуем контрольные блюда. Также у нас есть информация, то есть полностью все меню, то есть, которое у нас... Что кушают дети в школе. Также у нас есть возможность эту информацию увидеть на сайтах школ, образовательных учреждений. Сегодня все образовательные учреждения также публикуют как перспективное меню, так и ежедневное меню.